Эстафету народных собраний вслед за Ново-Ивановским городским поселением переняли жители сельского поселения Горское. Обсудить стратегию развития на ближайшие несколько лет, 20 сентября, собрались руководители района, депутаты, бизнесмены, управленцы разного уровня, местные жители и молодежь. Вначале небольшая предыстория видеопослания о ходе и темпах инновации, которые реализуются в Денцовском районе на протяжении последних пяти лет. Далее глава поселения Надежда Исаикина озвучила основные направления развития. «Мы не так далеко от инноваций, как может показаться». Своё выступление глава начала именно с этих слов. Если сказать о нашем сельском поселении Горское, оно всегда было инновационным, никогда оно не было отсталым, старым и неблагоустроенным. В ближайшие годы в сельском поселении Горское планируется строительство современной муниципальной газовой котельной с применением энергосберегающих технологий. Также в планах строительства муниципального жилья, согласно стратегии развития, в поселении будет возведен современный девятиэтажный дом, в который из ветхого фонда переедут 42 семьи. Еще один грандиозный проект – дом молодежи в поселке Горки-2, общей площади почти полторы тысячи квадратных метров. Дом молодежи станет не только культурно-досуговым центром, на его базе будет работать ряд социально-ориентированных учреждений. Надежда Исаикина отмечает, в проекте развития поселения заложено все, что необходимо для развития. Реконструкция футбольного поля под многофункциональный стадион в поселке Горки-2, строительство клуба в деревне Большое Сареево, благоустройство открытых спортивных площадок, организация установки камер видеонаблюдения на въезде и выезде из поселка, развитие жилищно-коммунального хозяйства. Главный вопрос собрания – согласны ли жители с такой концепцией развития? Ответ горковцев был однозначным. Одобряем эту программу? Одобряете? Да! Мы действительно увидели реальную программу. Не то, что говорят, конечно, есть инновации, кто бы мог подумать, что в принципе у нас будет Иглонас, кто бы мог подумать вообще, что у нас будет когда-то телефон, потому что он был тогда очень огромный. И то, что у нас всегда Одинцовский район идет впереди, наверное, это есть особенность нашего района. И я уверена, что все это будет выполнено. Ну, а чувство выполненного долга, я думаю, что на заключительном народном собрании в 2014 году, когда мы выполним эту программу, и когда будет стартовать следующий. А то, что она будет стартовать, ну, я в этом просто уверена. В завершении народной встречи глава поселения Надежда Исаикина вручила медали за доблестный труд на благо Одинцовского района директору средней общеобразовательной школы поселка Горки-2 Татьяне Табачковой. Благодарственными письмами были отмечены педагоги Галина Яковлева и Любовь Соломаткина. Еще один важный момент, замечает глава. Накануне народной встречи были сняты все возражения по генеральному плану развития сельского поселения Горская до 2020 года. А это означает, что заявленные проекты будут воплощены в жизнь. Наредки, Польская Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.